В понедельник в Иерусалиме состоялась официальная государственная церемония прощания с бывшим премьер-министром Израиля Ариэлем Шароном. На ней выступили премьер-министр Беньямин Нетаньяху, президент Шимон Перес, а также вице-президент США Джо Байден. Сегодня мы провожаем его в последний путь. Это был солдат, выдающийся солдат, военачальник, который знал, как побеждать. Как министр и как премьер-министр, он всегда твёрдо выступал за наше право защищать себя, чтобы мы могли жить здесь в безопасности. Ариэль Шарон умер в субботу в возрасте 85 лет. До этого он 8 лет провел в коме на искусственном жизнеобеспечении после обширного инсульта. До сих пор политические решения Шарона многие, даже израильские историки, считают противоречивыми. Одни называют его великим героем и миротворцем, другие – преступником и палачом. Ариэль Шарон является одним из последних политиков так называемого поколения 1948 года, которое стояло у истоков создания еврейского государства. Он пришёл к власти как сторонник самых жёстких силовых методов. Однако он также разработал план размежевания с Палестиной, эвакуировав оттуда израильских поселенцев. А в 2005 году он вывел войска из сектора Газа, за что лишился поддержки части министров. Впоследствии партия Шарона-Ликут раскололась, и политик принял решение выйти из неё и создать новую политическую силу. Проститься с Ариэлем Шароном можно будет в здании израильского парламента в Иерусалиме, куда уже доставили гроб с покойным. После этого его похоронят на его родной ферме в городе Нагве. Стоит отметить, что в связи с тем, что в церемонии прощания с Шароном примут участие многие иностранные дипломаты, армия обороны Израиля приняла решение сменить расположение защитной системы «Железный купол», чтобы защитить Иерусалим от возможного удара со стороны сектора Газа.